CSGO.net.in. Скины CSGO по низким ценам. Всем привет! Думаю в разных фильмах вы видели с какими пушками ходят кубинские или похожие бароны. Так вот в Counter-Strike есть тоже вариант стать частью картеля, прикупив себе аутентичный скинчик для пистолета P250. Правда прежде чем мы на него посмотрим, его нужно где-то купить. Как вариант можно и на официальной торговой площадке самого Steam'а, но это самый дорогой способ, хотя и самый надёжный. Когда за состояние послеполевых испытаний заплатил 400 рублей, вы гарантированно получаете скин, плюс не нужно ждать разблокировки и прочих нюансов. Однако при желании сэкономить, этот скин можно посмотреть на сторонних маркетплейсах, где цены зачастую ниже официальных. И на примерно ли скин с цена уже на 100 рублей ниже, что весьма неплохо, но всё ещё не идеально, ведь для максимальной экономии и существует сайт CSGO.net. Правда и работает он немного не так, как предыдущие. То есть скины он конечно тоже выдает, просто выбранный вариант может выпасть не с первого раза, а скажем со второго или третьего, тут скорее всё зависит от вашей удачи. Но поэтому и такие низкие цены, когда скин картель в послеполевом состоянии стоит всего 220 рублей, то есть в половину дешевле. И дабы показать, как этот сайт работает, я куплю этот скин три раза, чтобы как раз увеличить свои шансы на его получение. Для этого мне как раз хватит 665 рублей. Пополнить кстати аккаунт можно любым удобным способом, от привычных карт, включая мир, и до электронных кошельков по типу Kiwi с U-Money и даже криптовалютой. Мне же по старинке удобнее картой, от которой придётся вписать данные на сайте. Однако же, если вы не хотите оставлять информацию о своей основной карте где-то в интернете, не проблема. Сейчас практически в любом онлайн-банке можно открыть интернет-карту как раз для таких покупок, перевести туда необходимую сумму для оплаты и ни о чём больше не переживать. Лично я так и делаю, а потому жму пополнить и средства моментально поступают на баланс. После чего выбираю нужное мне состояние, позже расскажу почему именно такое, жму купить, оплачиваю. И с первого раза выпал интересный скин Супернова, но не тот, который я выбирал, к тому же с ценой немного дешевле, чем заплатил. Но не стоит из-за этого переживать, ведь как и говорил, так сайт работает. Чтобы иногда выпадали дорогие скины за меньшую сумму, сайту как-то нужно сбалансировать эту разницу. Поэтому, собственно, иногда и выпадают дешёвые скины. И прикол в том, что если перед вами кто-то покупал пару раз и так ничего стоящего не получив решил уйти, эти деньги помогут вам получить желаемый скин, возможно, даже с первого раза. Ну и наоборот, если вы решитесь уйти после первой неудачи, поможете просто кому-то другому получить выбранный скин. Поэтому главное правило не останавливаться после первой попытки, а потому продолжим. Жму купить, оплачиваю. И вот таки со второго раза выпал скин картель, который можно отправить себе в стим в личном кабинете. Главное перед этим не забудьте указать трейд ссылку. Так что получается, этот скин я получил за примерно те же деньги, сколько он и стоит в стиме. Но здесь ещё и вместе с подарком в виде первого скина, поэтому я в плюсе. Но так как изначально пополнял на три покупки, почему бы не купить ещё раз, чтобы посмотреть, что выпадет? А потому жму купить, оплачиваю. И с третьего раза снова неудача, выпал дешёвый скин. Но зато кому-то из вас помогу получить желаемый скин дешевле. Так что если хотите также экономить на покупках, ссылку на сайт оставлю в описании. И пора бы уже и посмотреть, почему данный скин называется картель. С ходу, что бросается в глаза, это череп, разукрашенный в мексиканском стиле на рукоятке пистолета. Что должен признать, крайне антуражно. Ровно так же, как и узоры, украшающие затвор и прочие элементы пистолета с металлическим серебристым оттенком. Но что самое главное, так это то, что это гравировка, а не принт. Ну, по крайней мере, на это похоже. Даже с увеличением износа пистолет никак не меняется. А флот здесь размечен от 0% в состоянии прямо с завода и до 75% в закаленном в боях, где появляется некое патинирование, что наоборот даже добавляет налета старины. Но нужно, конечно, в меру. Поэтому для себя я и выбрал идеальное состояние после полевых испытаний, когда и сам металл выглядит ярко и гравировка имеет потемнение, еще больше выделяя ее на фоне. Короче, мне этот скин безумно нравится, и видимо не одному мне, ведь в игре он относится к средней популярности, когда в сражения его берут только истинные ценители. А потому даже наклейки на стволе встречаются редко, ведь никто не хочет портить и без того красивые узоры. Правда, странно, что в тот момент, когда вообще непопулярные скины взлетели в цене с анонса второй CSGO, этот лишь немного подорожал, на фоне остальных даже не особо и заметно. Но все равно платить 400 рублей, в то время как раньше его можно было купить за 200, как-то не хочется. А потому и рекомендую сайт CSGO.net, где этот и многие другие скины стоят в разы дешевле. Напоминаю, ссылочка на сайт есть в описании. А на этом сегодня все, спасибо, что досмотрели до конца, пишите, как вам такой скин, какой сами используете в игре и предлагаете идею для новых видео на канале. Ведь уже сейчас вы можете посмотреть топ дешевых, но красивых скинов, туториалы по игре с увеличением FPS или уменьшением пинга, и даже сравнение маркетплейсов на самые выгодные цены. В общем, приятного всем просмотра и до встречи в новых видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok